Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева и в начале коротко о главных темах последних семи дней. Тысячи верующих, три купели и одна ночь. В Люберцах отметили крещение Господня. Не запланированные каникулы в кадетской школе. Кто виноват в массовом отравлении детей и взрослых? Все удовольствия зимы в парке сказок заливают каток. Дороги, как в Европе, ямы в Люберцах ремонтируют по немецкой технологии. Не приготовить еду, не постирать вещи. Почему жители городка Б должны мириться с отвратительным качеством воды? Чтение стихов, исполнение песен. Вечер памяти Николая Рубцова в горнице моей светло прошел в Малаховке. В Люберцах отметили крещение Господня. В эту ночь по всему округу тысячи верующих окунулись в проруби. Власти подготовили для них три купели. Это Малаховское озеро, Кореневские карьеры, Наташинские пруды. Безопасность люберчан обеспечивали МЧС, скорая и полиция. Наш корреспондент Даниил Михайлов побывал на главной купели округа. У купели на Наташинских прудах собрались десятки людей отметить один из самых важных христианских праздников. Протеерей храма живоначальной троицы Андрей совершил чин великого освящения воды. После чего раздался праздничный салют. И глава округа Владимир Ружицкий дал напутственное слово всем желающим искупаться. Я хотел бы всем вам пожелать и добра, и любви, и удачи, и каждому из вас здоровья. Те, кто себя как-то приучил и физически готов к омыванию вот в этой купели, как говорят, милости просим. Желающих оказалось немало. У купели выстроилась целая очередь. Купаться или нет – дело личное. Но, окунувшись в святую воду, можно почувствовать настоящую радость. А в некоторых случаях даже исцелиться от болезней души и тела. Для некоторых купание в проруби – накрещение – добрая традиция. А кто-то решился на это впервые. Однако равнодушным никто не остался. Ну, за свободу не было страшно. Потом как бы уже почувствовалось холод. А так прикольно. Для нас, Христиан, это великий праздник. Просто, честно говоря, я впервые это попробовал. Ощущения хорошие, радостно. Да, счастливые, довольные. Чувствуется праздник. Для всех пришедших на Наташинские пруды была организована полевая кухня, где угощения раздавались абсолютно бесплатно. Каша гречная очень вкусная, горячая все. И чай вот с пряниками. После купания праздник продолжился в храме Преображения Господня, где прошла Божественная Литургия. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. На 87-м году жизни умер протеерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Жилино, Владимир Ганин. Десятки людей пришли проводить его в последний путь. Божественную литургию и чин отпевания возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Добрый, внимательный и душевный. Таким был при жизни отец Владимир, как рассказывают о нем прихожане. Скорбный день для всех, кто его знал. О таких собралось немало. Говорили много добрых слов о его жизни и о том, насколько сложно с ним прощаться. Мы его все очень любили и почитали. Ведь он более 50 лет связан с этим святым храмом, своим истовым служением. Он много лет был духовником Московской епархии и моим личным духовником. И все его служение проходило свято и непорочно. Владимир Ганин ушел из жизни 12 января. В воскресенье 14 прошло отпевание. Состоялось оно в том же храме, служению в котором он отдал более полувека. За такое долгое время он воспитал и привил любовь к вере не одному поколению людей, которые обращались к нему со своими горестными и счастливыми событиями. Отца Владимира с детства знал, крестил меня в свое время, венчал моих родителей. Такой благообразный батюшка, которому при многих жителей нашего города благодарны. Вечная память отцу Владимиру. Господь, я думаю, что его приготовил для него место в раю. Проститься и выразить свои соболезнования пришел и глава округа Владимир Ружицкий, а также те, кто знали духовника лично. На самом деле осиротел весь Люберецкий район и вообще, не знаю, Московская область, потому что батюшка за такое количество людей молился, под конец он просто изнемог уже от этого, ему было уже очень тяжело. Приходилось в всяких сложных ситуациях, бывать там по инстанциям где-то. И вот батюшкино имя открывало любые двери, и все говорили, вот если все были как батюшка Владимир, вообще не было бы неверующих. Похоронили протеерея Владимира Ганина на кладбище рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Одной из главных новостей недели стал резонансный случай массового отравления в кадетской школе в Люберцах. Напомню, инцидент произошел 12 января. В больницы стали поступать учащиеся и сотрудники кадетской Люберецкой школы с диагнозом «острая пищевая токсикоинфекция». На данный момент госпитализированы больше 50 детей и взрослых. Добавлю, основной версией произошедшего следователи считают нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации. После зимних каникул кадетская школа распахнула свои двери 11 января. В новом году за организацию горячего питания в учебном заведении взялась новая компания. Но успешно справиться со своей задачей фирме «Огонек» удалось только в первый рабочий день. Вечером 12 января ученики и сотрудники школы попали на больничные койки с признаками острого кишечного отравления. Силами органов Роспотребнадзора проведены все необходимые мероприятия по оккупированию данной ситуации. Весь необходимый биологический материал был отобран от больных, от контактных и отправлен на обследование в Центр гигиены и эпидемиологии Московской области. В тот слополучный день в школьной столовой предлагали суп, макароны с мясом, винегрет и чай. По словам Калькаева, причиной отравления мог стать овощной салат. Пока сотрудники контрольно-надзорных и правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств, врачи делают все самое необходимое для скорейшего выздоровления пациентов. В нашем стационарном инфекционном отделении находится 22 ребенка. Состояние у всех стабильное, легкое и средней степени тяжести. Получают лечение в полном объеме. Проводится дезинфекционная и антибактериальная терапия. Кадетская школа тем временем закрыта для занятий. Дополнительные каникулы объявлены до 21 января. В течение всей недели сотрудники учебного заведения будут проводить санитарную обработку помещений. Также участвуют в дополнительной дезинфекции помещений центр дезинфекции, дезинфекции Люберецкого района. И задействованы все необходимые службы для того, чтобы привести в удовлетворительное состояние все помещения зданий кадетской школы. Деятельность поставщика школьного питания временно приостановлена. Известно, что кроме кадетской школы эта фирма обслуживает 11 учебных заведений в городском округе Люберцы. По факту массового отравления детей, следственный комитет возбудил уголовное дело. Луизия Гязырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Старый Новый год пришел в Люберце вместе с областным фестивалем «Выходи гулять». Оба парка города отмечали праздник с размахом. Веселились, танцевали, сражались в интеллектуальных поединках. А самые активные еще и провели этот день под руку со спортом. Региональный фестиваль «Выходи гулять» вновь не дал скучать люберчанам, которые решили провести свои выходные в парках города. В этот раз мероприятие посвятили любимому многими празднику – Старому Новому году. Кто-то Старый Новый год совсем не отмечает, кто-то вовсю гадает на суженного ряженого, ну а кто-то ест вареники с сюрпризами. А люберчане, как видите, отмечают этот праздник ничуть не хуже, чем Новый год. В Наташинском парке гостей мероприятия ждала насыщенная игровая программа для взрослых и детей. Подвижные конкурсы и зажигательные танцы не только развлекали люберчан, но и не давали им замерзнуть. Здравствуйте, всех с Новым годом! Очень здорово, что у Люберцых есть такой отличный фестиваль. Мы всей семьей ходим, Наташинские пруды. Жителям дает в первую очередь это хорошее настроение, потому что в каждом парке городского округа Люберца сейчас обустроены такие прекрасные мероприятия. А тем, кто любит проводить время еще и с пользой для здоровья, в эти выходные точно повезло. Наступление настоящей снежной зимы позволило жителям на полную катушку использовать пруды в Наташинском парке. Спуститься с ледяной горки, побегать на лыжах, поиграть в хоккей, снежки, покататься на коньках. Мы пришли с детьми на каток, с друзьями, вот клюшки с собой взяли, шайбы, коньки. Как хорошо, что зима наступила. А вот семья Балданюк живет в Люберцах недавно, однако уже успела оценить все преимущества досуга в нашем городе. Вы знаете, приятно удивлена, ничуть не уступает Люберцу городу Москве. Замечательный парк, но, наверное, нам повезло, что он находится рядом с нашим домом. Каждый выходной мы тут. Если это лето, то мы катаемся на лодочках, тут замечательно организован досуг. Зимой – это вообще наше время. Супер горки, естественный каток, что очень немаловажно. Все мероприятия фестиваля «Выходи гулять» будут проходить регулярно по выходным, вплоть до 10 апреля. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В парке сказок заливают каток. Такой подарок местным жителям сделало руководство территориального управления «Тамилина Октябрьский». А роль ледоваров взяли на себя сотрудники коммунальных служб. Наша съемочная группа следила за процессом создания катка. Залить ледовый каток на Большой поляне парка сказок планировали еще к Новому году. Но из-за положительной температуры воздуха сделать это так и не удалось. С наступления морозов тамильские коммунальщики взялись за дело. Уже второй день здесь вовсю кипит работа. Мы сделали небольшую планировку. И теперь там отливаем воду. Значит, уже прошли мы здесь в два раза. После этого, как очередной будет слой замерзнет, мы произведем полировку льда. Вот. И контролем, так скажем, уже теплой водичкой прольем. Ледовая арена вокруг новогодней елки – давняя мечта томилинцев. Уже к концу этой недели здесь можно будет кататься на коньках. Причем такое развлечение бесплатно для всех. У нас есть наш муниципальный стадион «Урожай». Там у нас прокат коньков. Мы подумаем, значит, если нужна будет такая потребность, значит, как-то рассмотрим возможность сделать здесь стационарную точку для того, чтобы отдавать коньки на прокат. Приходить на каток можно в любое время. Томилинский парк сказок хорошо освещен. К тому же здесь предусмотрены все меры безопасности. На территории парка установлено 11 камер видеонаблюдения, а также 6 тревожных кнопок. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Здоровая нация – будущее страны. В очередной раз подтвердили в Люберцах. На минувшей неделе во дворце «Спорта Триумф» прошло совещание главы округа, а также представителей спорткомитета с учителями физической культуры. Как привлечь школьников к занятиям спортом и к сдаче нормативов ГТО? Эти и другие вопросы обсудили на встрече. Известно, спорт в жизни человека играет большую роль. И привлечь к нему как можно большее количество людей – главные задачи соревнований ГТО. Так глава округа Владимир Ружицкий поставил одну общую цель перед собравшимися в зале. Наша задача, ваша как физруков, и в целом учительства, и в целом администрации – вам влечь ребят в спорт. Потому что старые такие подходы в здоровом теле, здоровый дух – этого никто не отменил, это есть и будет. Поэтому это тоже факт. Поэтому спорт помогает и жить, и выживать, и, скажем, себя совершенствовать. С 15 января и по 31 мая на территории всех стадионов и фоков Люберецкого округа пройдут соревнования. Для участия будут привлекаться учащиеся, начиная с первых и заканчивая 11 классами. Нормативы разделены по степени сложности. Для учащихся таких ступеней – пять. Отметим, в целом получить значок «Готов к труду и обороне» могут все желающие, вне зависимости от возраста. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. А зам тяжелой атлетики научили ребят из 25-й Люберецкой школы. Мастер-класс провели настоящие профессионалы этого вида спорта. Мероприятие прошло при поддержке окружного спорткомитета. Вот так неожиданно и ярко состоялся звездный час девятиклассника Леона. Ученик 25-й школы поднимает 30 килограммов без особых усилий. А все благодаря тому, что он начал заниматься спортом еще в детстве. Вот прямо в этом зале у нас была секция тэквондо, и родители меня с раннего возраста отдали. Ну, я понимаю, что это пригодится в будущем. То есть, сейчас я занимаюсь боксом, я чувствую себя защищенным. То есть, понимаю, что вряд ли кто-то будет там приставать или что-то такое. Понимаю, что я могу дать отпор. Проявить себя во время мастер-класса могли все присутствующие ребята. Смотивировали их на это воспитанники Люберецкой детской спортивной школы. Они на собственном примере доказали, что регулярные тренировки, опытные наставники и постоянная работа над собой позволяют достичь успеха любому, даже начинающему спортсмену. Сверстникам профессионалы показали классический рывок и толчок – два основных движения тяжелой атлетики. Саша Самойлова, к примеру, уже мастер спорта России, а Влад Бершак всего за несколько лет. Научился поднимать большие веса. Мне 14 лет. Лучший результат в рывке у меня 68, а в толчке 83 килограмма. Силовой спорт – это спорт для настоящих мужчин. И когда ты берешь новую высоту, это поможет тебе в будущем с выбором профессии и достижение новых высот. Выносливость силы характера, умение достигать поставленных целей. Эти качества в юных спортсменах развивают в секции по тяжелой атлетике в Люберцах. На базе детской спортивной школы отделение работает менее года, однако за это время уже стало понятно, что этот вид спорта востребован у местных жителей. Детей у нас пришло достаточное количество. Я вам примерно скажу, что в данный момент сейчас занимается более 70 детей. Очень это радует, потому что тяжелая атлетика как бы развивается в разных направлениях. Принимаем мы детей с 10-летнего возраста, но и приходят достаточно еще ранние, с 8 лет приходят. Мы всех принимаем, естественно, с медицинским обследованием. В течение года показательные выступления по тяжелой атлетике пройдут во многих школах Люберецкого округа. Их участниками станут лучшие воспитанники отделения. Мастера спорта международного класса, которые защищают честь страны на мировом уровне, а также члены сборной Московской области по тяжелой атлетике. Анна Троян, Дмитрий Родзенко, телеканал ЛРТ. Любители экстремального вождения вновь встретились на одной площадке. На этот раз в соревнованиях по автоманеврированию участвовали 40 гонщиков. Они сразились за кубок главы городского округа Люберца. В первом этапе автолюбители выполнили заезды по одной фигуре и показали свои первые результаты. В этот день из Токотомилина стал местом отрыва для любителей и профессионалов автоспорта. А все потому, что это одна из немногих площадок региона, где все по правилам и безопасно. Скоростное маневрирование – это официальная дисциплина, которая требует от водителей специальной подготовки и мастерства. Жажда скорости, выброс адреналина и невероятные эмоции. Соревнования по автоманеврированию вновь собрали на одной площадке всех любителей подрифтовать. На этот раз соперники сражаются за кубок главы. Свои умения в первом этапе показали 40 любителей экстремального вождения со всех уголков Подмосковья, столицы и даже Луганска. Смотря на то, как ловко входит в повороты эта тюнингованная пятерка, никогда не догадаешься, что ею управляет девушка. Автомобиль москвички Веры гораздо старше, чем ее владелица. Однако это ей совсем не помешало быстро и беспрепятственно выполнить задание. Эта машина изначально собирали для команды, как тренировочную, то есть пилоты на ней тренировались. Ну вообще он изначально уже, сама машина собиралась такая, там в Финляндии варили каркас, там где-то есть где написано. Всему этому Веру научил отец. Павел Михайлов и сам до сих пор с удовольствием и рвением участвует в соревнованиях. Вместе с дочкой они неоднократно показывали свои способности на всероссийских состязаниях. Современная молодежь, я считаю, что они должны за рулем сидеть, то есть это как бы однозначно, потому что технику должны знать. А если уже ты должны знать, то должны ее знать в совершенстве. Поэтому, чтобы она, во-первых, и ездить умела, и плюс она же еще сама в ней копается. То есть там она может поменять колесо свободно, найти какую-то неисправность мелкую. В соревнованиях могли поучаствовать все желающие. Члены жюри оценивали качество и время выполнения фигуры на трассе, которая держалась от участников в секрете. Михаил Киселев, хоть и не профессионал в автоспорте, но все же уже имеет десяток кубков. И даже машину себе подбирал, чтобы не подвела на подобных состязаниях. Скоростные маневрирования, они помогают больше внимательности на дороге, любому водителю, независимо, кто за рулем. Это самое главное, как бы, считаю. Правила даже в повседневной езде по улицам. Соревнования по скоростному автоманеврированию на СТК Томилино проводятся уже пять лет. Разные мероприятия здесь проходят до десяти раз в год. Однако состязание на кубок главы городского округа – главное событие для автопилотов. Все соревнования у нас регистрируются в спорткомитете города Люберцы и Федерации автоспорта Московской области. Все соревнования направлены на то, что совершенствуется вождение автомобиля. Вот здесь как раз и можно поучаствовать в этих соревнованиях и именно повысить свое мастерство. Нужно отметить, что по итогам состязаний некоторые водители смогут получить профессиональные разряды по автоспорту. Вторая часть соревнований состоится 20 января. По результатам двух этапов будут определены призеры в нескольких категориях и обладатель главного приза – Кубка главы городского округа Люберцы. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах проводят ямочный ремонт по немецкой технологии с помощью инфракрасного разогревателя. Теперь заделывать выбоины можно даже при температуре минус 20. Пока такой метод используют в качестве эксперимента, а при положительном результате его применят в городском округе повсеместно. Это немецкое оборудование, предназначенное для ямочного ремонта дорог, широко используют в ряде российских и зарубежных городов. Его уникальность заключается в том, что устройство способно разогреваться до 270 градусов и работать 8 часов подряд. Таким образом, даже при сильных морозах можно получить такой же горячий асфальт, как летом. Ямка греется, засыпается холодный асфальт, разогревается, потом точно так же традиционно укатывается виброплитой. Мы температуру поднимаем ямы до 180-190 градусов, закладываем холодный асфальт, разогреваем, и там получается рабочая температура 160-170 градусов. Такой метод ямочного ремонта считается не только эффективным, но и экономичным. Один квадратный метр холодного асфальта обходится в 1060 рублей, а литого – на 400 рублей больше. К тому же площадной разогреватель можно использовать при удалении старой разметки и при выравнивании дорожного полотна. Когда температура прыгает вокруг нуля, понятно, что у нас появляются ямы на дорогах. Вопрос их быстро заделать. Аппарат работает, работает добротно, а качество покрытия, я оцениваю, достаточно хорошее для зимы, просто отличное. Стоимость инфракрасного разогревателя – 650 тысяч рублей. С помощью него уже отремонтировали ямы на пересечении улиц Комсомольска и Кирова. Апробация установки продлится две недели. В случае успешного прохождения теста ее приобретут за счет средств местного бюджета. Луиза Егезерян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. От 15 до 70 тысяч рублей. Именно такой штраф придется заплатить юридическим лицам за ненадлежащее содержание территории в зимнее время. Наша съемочная группа вместе с инспекторами Госадомтехнадзора отправилась в рейд, чтобы посмотреть, как убирают снег в Люберцах. Мы видим, что часть территории убрана от снега, а часть территории, вот видим, уже уплотненный снег, который не убирается. Это в основном касается внутридворовых проездов. Зимнее содержание дворов поселка Калинина – типичная ситуация для всего города в целом. Видно, что территории регулярно расчищают от снега, однако не везде. В основном убирают тротуары и дорожки у подъездов, а вот проезжая часть оставляет желать лучшего. А вот твердые открытия. Так должно быть. И как у нас любят шутить, почувствуйте разницу. Что касается детских игровых площадок, то тут все в порядке. Это отметил инспектор Госадомтехнадзора, оценив их визуально. Однако и тут не обошлось без вно. Расчищенный снег и сколы льда должны вывозиться, а не сгружаться на газоны. В борты может эксплуатироваться только чистый снег, который свежевыпавший, который еще не посыпан ни реагентами, ни уплотненный, никакой. Должны создаваться специальные площадки мини-карманов. Ответственность за уборку внутридворового пространства лежит на управляющих компаниях. И если через пять дней инспекторы обнаружат здесь такую же картину, то ответственных лиц ждет административный штраф. А здесь у нас уже с тыльной стороны идет общая такая дорога. И также хочется отметить, что зоны ответственности по содержанию данных автомобильных дорог у нас должны быть разные. А вот за чистоту квартальных территорий отвечают те, кто содержит общегородские дороги. Здесь ситуация лучше, однако идеально в Люберцах выглядят лишь тротуары, а также региональные, межмуниципальные и федеральные проезжие части, которые чистит Мосавтодор. С момента окончания снегопада любое усовершенство покрытия, любой проход, проезд должен быть очистить до твердого покрытия усовершенства. То есть от всех снежно-ледяных образований, ледяных и снега до твердого покрытия. Сейчас невозможно зафиксировать события административного правонарушения, потому что снег все-таки еще идет. Отметим, по окончании снегопада у рабочих есть 12 часов, чтобы убрать территорию. По истечении этого времени сотрудники Госадомтехнадзора имеют право зафиксировать нарушение. После чего злостные нарушители получат предупреждение или административный штраф от 15 до 70 тысяч рублей за каждый объект благоустройства. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Почему из крана течет ржавая вода? Несколько дней подряд жители дома номер 69 по улице 3-й почтовое отделение в Люберцах не могли приготовить еду и постирать вещи. Об этом горожане рассказали в социальных сетях, а в причинах попытался разобраться наш корреспондент Даниил Михайлов. 10 января жители городка Б стали выкладывать в соцсети фотографии, жалуясь на качество воды. Спустя несколько дней ситуация не изменилась. Вот это, например, у нас уже третий день. Сейчас оно имеет оттенок даже по сравнению с холодной водой. Вы же видите, что она начинает рыжать. Иногда она просто бывает совсем рыжая. Скажите, вы бы на такой воде готовить стали? Вы бы такую воду попили сейчас? Воду для городка Б качают из артезианских скважин глубиной 125 метров. По трубопроводу она поступает на фильтры станции обезжелезивания, где проходит полную очистку. В течение дня мы пропускаем порядка 6,5-7 тысяч кубов. Вся эта вода очищается на фильтрах и подается потребителю. Качество воды вообще очень хорошее, потому что практически весь процесс он автоматизирован. Разработана система скоростного прохода воды через фильтры. После фильтрации вода проходит проверку в химико-бактериологической лаборатории, где получает анализ на общее качество и допустимую норму содержания в ней железа. Вода – это источник нашего здоровья, источник нашей жизни. Поэтому мы все это отлично понимаем и выполняем эту работу оперативно и ответственно. Тем не менее, периодически в квартирах некоторых жильцов продолжает идти ржавая вода. Я как житель должна оплатить воду, а мне должны поставить нормальную воду. У нас есть управляющая компания, которая бездействует и не реагирует. За ответом мы обратились в организацию, которая обслуживает дом. Там нам рассказали об отключении горящей и холодной воды 10 января. После ее подачи вода действительно была ржавая. Такое случается всегда после отключений, и через некоторое время вода должна стать прозрачной. Значит, периодически это действительно происходит ситуация, когда на СТП происходит колебание воды, то есть насос отключается или включается. Вот движение воды, перерывы подачи воды приводят к таким вот ситуациям. Если насосы работают нормально, давление нормально, проблем никаких не возникает. Директор управляющей компании призвал жильцов проверить фильтры в квартирах. У каждой квартиры стоят фильтры грубой или тонкой очистки. Иначе эти фильтры после отключения горячей воды, вот когда ржавая, нужно их промывать. Их нужно промывать два раза в год, не реже двух раз в год. И каждый раз после отключения воды. Также в управляющей компании отметили, что все работы по замене общедомовых фильтров и промывке труб выполняются вовремя. Поступят ли новые жалобы от жильцов дома, еще узнаем. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Жители комплекса «Малая Павлина» недовольны строительством автомойки в их доме. Люди боятся, что такая деятельность по соседству перегрузит и без того неисправную канализацию. Администрация Люберец выдала предписание прекратить строительство. Однако, по словам жильцов, собственник никак на это не отреагировал. В жилом комплексе «Малая Павлина» 18 корпусов. В одном из них, на первом этаже, собственник начал перепланировку помещения под автомойку. Хоть это и не жилое здание, жильцы оказались против такого строительства. Живу прямо рядом с этой мойкой через стенку. Все это, конечно, нас не устраивает. Мы против мойки. Изначально наш поселок построен с нарушениями. То есть наша канализация просто не справляется даже с нашими 17 корпусами. Если сейчас будет еще сливать туда мойка, мы просто здесь погрязнем. Вот в этих отходах, которые постоянно у нас заливаются. Четвертый, шестой, восьмой корпус в подвалах стоит по колено вода. В декабре жители обратились с жалобой в администрацию Люберец. А также попытались связаться с собственником помещения. Собственника мы не увидели, мы его приглашали. Мы собрали более ста подписей в протест того, чтобы эта мойка не строилась. Вот вплоть до того, что мы обратились в администрацию. И вот администрация хотя бы подействовала на то, чтобы убрали мусор. Но строительство мойки продолжается вести. Администрации было выписано предписание, в котором собственника призвали немедленно приостановить ремонт на строительные работы и привести помещение в прежнее состояние. Также ситуация находится на контроле у Госадомтехнадзора. За данное правонарушение, а именно оно выразилось в том, что проведение работ без соответствующего разрешения выданного органам местного самоуправления. Производитель работ был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.9. Однако пока собственник не спешит выполнять требования властей. Ну а жители обращаются в различные инстанции и ждут разрешения своей проблемы. Данил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Итоги муниципального конкурса под рождественской звездой подвели во Дворце детского и юношеского творчества. Авторов лучших работ наградили грамотами и подарками, а гостей мероприятия ожидал праздничный концерт. Проведение муниципального конкурса под рождественской звездой уже стало доброй традицией. Третий год подряд во Дворце детского и юношеского творчества выбирают лучшие работы школьников на праздничную тематику. И традиционно после Нового года и Рождества победители получают свои заслуженные награды. На этот раз в творческом конкурсе приняли участие более 280 человек. Конкурс проходил по трем номинациям. Фотография, поделка и рисунок. В каждой номинации было много победителей, там не по одному. Работ было очень много и хотелось отметить ребят. Поэтому было по несколько первых, по несколько вторых и по несколько третьих мест. В этот же день состоялось награждение победителей муниципального и областного этапов конкурса среди детей с ограниченными возможностями «Зимняя сказка». В нем приняли участие более 30 люберецких ребят. Награждается Райнина Дарья, муниципально-образовательное учреждение «Наш дом», занявшее первое место в старшей возрастной группе. Педагог Рожкова Светлана Васильевна. Спасибо. Воспитанники Дворца детского и юношеского творчества поздравили гостей мероприятия с Рождеством, а в качестве подарка преподнесли им музыкальные номера. С днём рядом Мать Мария, И старинный, и осень... Луиза и Газарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Книжно-иллюстративная выставка, посвященная крещению Господня, работает в Есенинской библиотеке. В её рамках проводятся тематические игры, познавательные занятия, а также показывают советские мультфильмы. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Анна Троян. До этого дня любознательная Вика даже не догадывалась о существовании праздника Крещения Господня. Однако для этого и есть в Люберцах Есенинская библиотека. Здесь ребятам рассказали, откуда взялось это понятие, кто к нему причестен и почему вообще необходимо знать о православных традициях. Вся наша культура, она вышла из христианства. Всё, что мы имеем сейчас, называется культурой светской. Она имеет истоки в христианстве, в православии. На выставке мы представляем прежде всего литературу тематическую, журналы, в которых статьи посвящены крещению или рождеству, и книги детской энциклопедии. Крещение Господне – один из основных 12 православных праздников. Из занятий с библиотекарями и литературы ребята узнали о его глубинных смыслах и, конечно же, о главной традиции – купаниях в проруби. Кстати, она называлась Иордань, и сейчас называется Иордань, вырубается в форме креста, вот, то есть связь с тем Иорданом, в котором крестился Господь. Крещение связано с погружением в воду. Наверное, традиции, они интересны детям прежде всего потому, что это как-то не похоже на современный мир, правда? Почему же на Руси было принято калейдовать и как именно проходит этот ритуал? На занятии гости выставки узнали и о традициях святок. Кроме того, в рамках выставки родители и малыши могли взять домой тематическую литературу. А в подарок для них состоялся показ советского мультфильма «Снежная королева». И у села снятся увлекательные сказки. Подобные познавательные занятия для всей семьи проходят в Есенинке постоянно. Создатели не пропускают ни одного православного или всенародного праздника. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В культурно-досуговом центре «Союз» прошел вечер памяти поэта Николая Рубцова «В горнице моей светло». Организаторы подготовили насыщенную программу. Это чтение стихов и исполнение песен, а также просмотр уникальных видеоматериалов. Этой песне уже больше 30 лет. А между тем, ее слова были написаны куда раньше, целых 58 лет назад Николаем Рубцовым. Говорят, стих о несчастной любви букет он набросал на коленки буквально за 15 минут. Однако это не помешало ему стать одним из самых популярных в творчестве поэта. Руки наиви, даже встреча позабыла ты. Этот вечер в культурно-досуговом центре «Союз» в Малаховке посвятили Николаю Рубцову и его творчеству. На сцене и в зале его поклонники и почитатели. Некоторые из присутствующих даже знали поэта лично. Константин Васильевич Болозев познакомился с Николаем Рубцовым во время спартакиады народов РСФСР в далеком 67-м. Но до сих пор хранит впечатление от той встречи. Человек оказался очень-очень правдивым, очень дальновидным, очень улыбкой с хорошей. Сначала было замкнутость, и когда, соответственно, мы немножко подняли тост, и тогда он уже раскрылся, еще стал. И самое главное, вот я сейчас на сцене буду читать, что он почитал нам. Трещат крещенские морозы, идет народ, все глубже снег, все величавее березы, все ближе к месту человек. «Я умру в крещенские морозы», – писал Николай Рубцов. Слова оказались пророческими. Поэта не стало 19 января 1971 года, в канун собственной свадьбы. «Мадушка возьмет светло, молча принесет воды». Сегодня, собственно, годовщина на самом деле смерти, но мы все-таки решили сделать акцент не на факте гибели поэта, а все-таки вспомнить о его творчестве, о том, что он привнес в общую культуру нашего государства, и как он творил, для кого он творил, где он творил. Первое стихотворение Николай Рубцов написал в 10 лет, а первый сборник его стихов «Волны и скалы» появился в 1962 году в самоиздате, журнале непрофессиональной литературы. Вторая книга стихов «Лирика» вышла тремя годами позже, уже официально. За свою жизнь поэт написал огромное количество стихотворений. Многие из них получили вторую жизнь, став песнями. Наталья Григорьева, Мария Лапочева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. «Отдыхать нельзя работать», запятую здесь каждый поставит по-своему. Например, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко призывает всех к труду. Он предложил сократить новогодние праздники до одного дня, руководствуясь тем, что в январе показатель смертности выше, чем в другие месяцы. А что по этому поводу думают жители Люберец, узнаем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Свободный микрофон». Выйти 2 января на работу. Как считаете, люберчане, сможем? Ведь согласно статистике, которую привел Геннадий Онищенко, именно в новогодние праздники обостряются заболевания, увеличивается количество травм, в том числе от петард. Или все же оставить все как есть. Ну, вы знаете, мы прожили всю жизнь вообще в таком режиме. И только под конец жизни у нас нам сделали вот эти длинные. Но эти длинные тоже плохо. Единственное, что хорошо, что на Рождество теперь у нас выходной день. Вот я посчитала, до Рождества и хватит. Это просто, по-моему, обращаешь внимание больше на то, что в эти дни что-то происходит. А на самом деле, я думаю, одинаково. Ну, если бы на майские перенесли все эти праздники, было бы лучше. Ну, сейчас привыкли люди отдыхать, что, по-моему, тяжело будет. Это складывалось не одно десятилетие, поэтому надо бы хотя бы три дня. Ну, я считаю, что тоже девять дней – это слишком много. А три дня, ну, я считаю, что это оптимистично и реально. На самом деле, один день ни о чем. Вообще ни о чем. Нам уже этот праздник вот где. Честно. Вообще, по идее, действительно. Не о три достаточно. Ну, я считаю, что не нужно. Потому что, как бы, людям хочется подольше отдохнуть. И, мне кажется, можно было бы подольше продлить. Ну, я никак, потому что я в декрете. А вообще, наверное, не очень весело. Человека надо занимать не только развлечениями, а работой нагружать. Мы разучились работать. Поэтому больше работайте. С Новым годом! Ну что, как вы видите, мнения люберчан неоднозначны. Но большинство из них против сокращения этих долгожданных новогодних праздников. Мария Антонова, Александр Богданов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну, а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин